здравствуйте друзья вчера мы начали разговор о propositions то есть предложениях которые выносятся на референдум в штате калифорния осталось три недели до выборов на выборах много разных вещей будет голосоваться и локального уровня и уровня штата и уровня федерального но вот на уровне штата есть такое пропозиция н то есть номер 10 смысл которого в том чтобы позволить городским властям распространять меры по ограничению стоимости арендной платы на жилье распространять это на те виды недвижимости на которые сегодня они не могут распространить эти ограничительные меры давайте я начну издалека чтобы такая сложная фраза не показалась мудреной бывают времена когда очень резко растет арендная плата вот например я могу сказать что за последние пять лет в той местности где мы живем выросла вдвое вот то что стоило скажем тысячу пятьдесят долларов там квартирка с одной спальни там пять лет назад сейчас она стоит например 200 та же самая квартирка она не стала лучше или не ничем не отличается бывает время когда падает я прекрасно помню когда обвалился интернет бум и допустим с 2000 там в течение может быть года упала до 1300 это тоже было хотя до этого за там некоторое время она поднялась с 1300 до 2 то есть идут такие колебания и вот когда начинается рост такой стремительный рост арендной платы это ударяет сами понимаете по людям с низкими доходами они просто не могут столько платить им надо куда-то съезжать вообще непонятно как жить дальше и тут много механизмов задействовано с одной стороны когда цены растут это создает дополнительную прибыль соответственно притекает капитал чтобы это прибыль получить строится новое жилье и соответственно рынок значит становится более умеренным но это время занимать и тогда значит люди такие либеральных взглядов они говорят ну давайте все-таки ведем какие-то меры по ограничению вот ну временно вот но временно она как бы получается навсегда и вот например в сан-франциско насколько я помню с 88 года ренд control и там дальше у всех этих хороших идей есть очень много разных осложнений я просто пример приведу чтобы вы понимали у нас есть знакомая которая в сан-франциско владеет домом из трех квартир такой 33 уровня три квартиры там у них жилец был который 15 лет жил в этом доме в этой квартире в одной из квартир и он собственно когда заезжал он говорил мы сейчас дом купим нам только буквально на год но прожил он там 15 лет а из-за того что там вот этот самый rent control так называемый или иногда называют rent stabilization вот насколько можно увеличить это сети каждый раз говорит вот в этом году разрешаем настолько то увеличить но настолько это это может быть там два процента может быть даже и к трем приближается вот так ну то есть не насколько и получается такая история что после 15 лет жить жизни в этом в этой квартире он платит ну скажем так каждый месяц на пару тысяч меньше чем рыночная цена этой квартиры и он реально никуда и съехать ты не может ну допустим он захотел съехать а куда где еще ему на 2000 дешевле отдадут понимать кончилось тем что хозяйка дома наша знакомая она у нее были свои планы там на этот дом она заплатила вот этому жильцу 60 тысяч долларов чтобы он уехал чтобы мирно уехал потому что по закону его трудно не может она не может к 1 чего уезжать короче я бы я просто вам показывают до какого безумия доходит вот временами вот эта вот фигня то есть мало того что у него есть право каждый месяц 2000 недоплачивать он еще и 60 тысяч берет за то чтобы смыться так вот короче есть плюс есть минус в в калифорнии есть 15 городов в которых существует в этот самый rent control он же rent stabilization это города где живет много рендеров много людей которые снимают жилье это лос-анджелес это сан-хосе город миллионник это сан-франциско другой около миллионник в шестнадцатом году два года назад были выборы обошел в это в их число город маунтин-вью тут неподалеку из палауалто еще там есть еще места так вот к чему я рассказываю 15 городов и происходит это так они голосуют вот на таких выборах как вот сейчас там значит люди голосуют не ввести ли нам rent control ну пожалуйста вот они проголосовали два года назад маунтин-вью и ввели rent control но есть такой закон который который был принят лет двадцать назад закон этот называется коста-хокингс по фамилиям людей которые его предложили вот этот коста-хокингс сказал значит есть некоторые виды недвижимости на которые городские власти не могут накладывать rent control вот такой калифорнийский закон который выше любого местного нельзя накладывать rent control на частный дом вот если это single family когда вот просто стоит дом он не может быть под rent control квартира кондоминиум до конда как оперативная квартира townhouse такого плана вещь они не могут быть под rent control и то что построено после девяносто пятого года тоже не может быть под rent control только то что старше включая дополнительные квартиры в комплексе который может под rent control например там стоит комплекс там 50 квартир и они под rent control но вот достроили еще десять после девяносто пятого года эти десять не в rent control короче вот такой закон есть и пропозиция состоит именно в том чтобы отменить коста-хокингс отменить его то есть те муниципалитеты в которых есть rent control а там живет очень очень много людей если вы подумаете про лос-анджелес сан-франциско и сан-хосе то это так почти половина половина калифорнии будет поэтому сельской местности как бы смысла нет понимаете да то есть это очень очень существенно и вот эти эти муниципалитеты где она уже есть соответственно они смогут распространять rent control и на частные дома и на там квартирки там собственные которые собственности находятся вот потому что сейчас это в основном касается многоквартирных домов которые как бы коммерчески специально для этого построена но не только но не только это может быть там и дуплекс триплекс форплекс там такие вот домики там на несколько квартир и тоже подпадают там есть тонкости всякие но но в общем в общем и в целом я вам картинку обрисовал и с моей как бы точки зрения вот личной идея защиты людей с низкими доходами в частности вот в жилищном как бы аспекте их существование идея правильно да то есть от надо надо защищать и rent control это далеко не единственная форма в которой это происходит есть специальное жилье но у нас они знают project и называют project вот эти project и там там бедные люди живут там которые не бедные стараются там рядом не селиться но идея в том что строится такое субсидированное жилье кем субсидированным ну кем-то государством всякими общественными организациями там и так далее она субсидирована это как бы наш такой общий общенациональный такой расход как бы порочность rent control of той формы в которой он происходит состоит в том что люди которые снимают жилье говорят мы за тачем они голосуют они говорят мы за то чтобы не платить больше а кто будет платить а это вот и landlord будет платить по ли войти да то есть если бы эти люди голосовали за то чтобы брать на себя расход за то что люди бедные например будут меньше платит за жилье это один разговор он берет на себя расход сейчас он «расход» на себя не берет он говорит «мот кто-то пусть там платит» дальше получается такая история что если там rent control то там люди не хотят там строить ничего и люди не хотят там покупать ничего и люди не хотят там вкладываться в ремонт в улучшение и так далее потому что вы потратить деньги вы можете отбить уже нет и вот эти территории которые под rent control он они потихонечку потихонечку приходит в упадок и очень многие люди которые рентеры голосуют против rent control а то что они понимают что если сейчас проголосовать за rent control то ты будешь в этой квартире жить до конца своих дней ты не сможешь никуда уехать что еще происходит жилье выводится из рынок рыночного оборота в сан-франциско там процентов 80 жилья под rent control и там жилья нет то есть вы можете реально что-то снять но это будет только то что только то что построено там вот последнее время это будут новые комплексы понимаете да это будут новые комплексы с чудовищными совершенно деньгами которые нужно заплатить вот вот мы сейчас будем ехать там квартирка две спальни 4 тысячи 4 200 4 500 2 спальни там ничего нет вот вот такие есть потому что все остальные под rent контролом и соответственно люди оттуда никогда не выезжают она никогда не поступает на рынок я не хочу сказать сто процентов никуда не выезжает бывает всякое бывает какая-то движуха безусловно какая-то бывает но в общем и в целом чем дольше человек живет в таком месте тем меньше у него возможности финансовые реально куда-то смыться в нью-йорке тоже есть много мест под rent control там даже так знаете народ вот он купил себе чего-то а эту квартирку он держит и еще сам под сдает кому-то знаете да то есть он фактически обворовывает владельца забирая себе разницу между рыночной ценой и вот вот той и это как бы вот значит одно из проявлений негативных вот этой идея rent control то есть никогда вот такая дрянь и до чего хорошего не доводит но вот как бы подается как значит защита рэнтеров я посмотрел чего пишут насчет опросов общественного мнения в калифорнии как народ будет голосовать какие есть на этот счет данные статистические и действительно вот буквально несколько дней назад произвели такой опрос даже раньше просто не было то есть не спрашивали про вот этот вот про позицию нтен и там провели опросы там их география и рэнтеры не рэнтеры и там что там еще учитывалось но в общем и в целом получается такая история что большинство рэнтеров против этой этой системы большинство людей которые ориентуют недвижимость но квартиру квартиру дом большинство людей против этого потому что на самом деле им придется за все за это платить либо своей жизнью то есть жить всю жизнь вот какой-то квартирке в которой у хозяина даже нет денег на ремонт какой-то той и который превращается потихонечку в трущобу вот ну либо будет большой рынок на этом рынке будут там какие-то цены и так далее так далее сейчас кстати город санта-круз выносит на референдум вот до 6 ноября в городе санта-круз также как два года назад в маунте view вот тут выносится на референдум введение рент-контрола мы не знаем пройдет или не пройдет пятьдесят шесть процентов я прочитал внимательно что они там пишут пятьдесят шесть процентов жителей санта-круз это рэнтеры то есть они снимают жилье это не значит что они все будут голосовать за это дело вот но тем не менее пытаются ввести в санта-круз тоже и если у тебя например ну просто дом и ты сдаешь этот дом то тебя это не касается ты сэнгл фэму лида можешь иметь 5 сэнгл фэму ли домов издавать но если отменят хотя вряд ли это сейчас произойдет но судя судя по той статистике что публикует но если отменят а коста hawkins пройдет поправка номер десять не поправка предложение пропозиция тэн тогда они могут рент-контрол вот они сейчас допустим ведут его в санта-круз например например она прошла так же как она прошла в маунте view и тогда отмена коста hawkins развязывает им руки и они могут например распространить его на частные дома хотя наверное этом это и может дорого стоить потому что если город как бы целиком из рентеров это одно но если город там наполовину из домовладельцев то вряд ли люди которые такое вынесут там на голосование и так далее когда когда бы то ни было смогут продолжить свою политическую карьеру в этом месте тут я надеюсь моё пожелание поэтому вот такие у нас тут дела происходят и может сказать коммунисты совсем обнаглели так так можно сказать вы можете сказать и кто же это посигнул посигнули в общем-то идет инициатива от демократической партии но и там тоже нет единства по этому поводу например кандидат от демократической партии на должность губернатора он он был много лет мэром сан-франциско то есть он знает о чем о чем речь он например против этого этого не надо делать но просто я к чему говорю что идея об основе своей либеральная но нереалистичная то есть как бы сказать то как это сделано это как это делается и так далее она до добра не может довести в принципе потому что одних людей назначают ответственными материально ответственными за несостоятельность материальную других людей так не бывает все общество должно отвечать понимаете все общество иначе этому обществу не нужно делать ничего для того чтобы люди хорошо зарабатывали нам не нужно их учить не нужно их как-то так вот направлять правильно зачем вот у богатые заплатить и все он там будет и естественно он теперь всю жизнь пожизненно будет голосовать за тех кто дал ему вот эту халяву лишив его возможности зарабатывать на на то чтобы платить рыночную цену и за жилье и за машину и за путешествие и за питание и так далее так далее в этом вместо питания ему футстемпы то есть каждая такая вот каждый такой канатик он привязывает его к системе из которой никогда уже не выбраться бывают случаи но в общем мы видим людей там третье поколение вот на этих канатиках висят тут тебе футстемпы тут тебя жилье субсидированные бесплатные там еще какой-то тут тебе еще что-то и вот он он подвис поэтому такая вот история вот я вам рассказываю чтобы были в курсе за что мы сегодня но через три недели будем идти на выборы и голосовать там за или против многие люди которые аполитичные и в общем то так может и не пошли бы чем найти выборы но вот это вот про позицию тен это что я вчера рассказывал про позицию и многих приведут на избирательные участки потому что равнодушных меньше остается такая вот история все друзья а я прибыл на рабочее место и прощаюсь с вами